Багамский отравод Фергюсон была чемпионкой, но в эстафете. В личном виде она, естественно, еще не завоевывала таких высоких титулов. И вот Ивет Лалова. Сенсация нынешнего сезона по результату. Еще раз повторю. Она показала 10.77 в нынешнем году. Две бегуньи Ямайки рядом стоят на второй и третьей дорожке, а вообще здесь три представительницы этой страны. Еще Шерон Симпсон бежит по пятой дорожке. Две бегуньи Соединенных Штатов Америки. Лорин Уильямс по четвертой дорожке и Латаша Коландер по седьмой. Ну и обладательница лучшего результата на Олимпийских играх в Афинах. Это, безусловно, Юлия Нестеренко. Блестяще она провела все круги соревнований. 10.94 в забеге, 10.99 в четвертьфинале, 10.92 в полуфинале. Ну, вы только что видели Лорину Уильямс. А это вот третья бегунья Ямайки Шерон Симпсон. Вот с этим результатом она прошла в финал. Ну, так кто же? Ну, судя по бегу, вот это должна спортсменка, если... Мы вот говорили перед полуфиналом, сумеет ли она передалеть волнение. Сейчас, безусловно, она волнуется. Но вот в полуфинале сумела, показала 10.92. Если сейчас она пробежит 10.92, не знаю, кто вот из соперниц может пробежать так быстро. Ну, судя по всему, только... Ну, Вероника Кембелл, да. Кембелл проиграл ей одну сотую. Ну, может быть, действительно Кембелл прибавит. Не Латаша Колонда, может просить меня, это девушка, а... Лорину Уильямс. А вот Лорину Уильямс. Но у ней в своем полуфинале было 11.01, а личный рекорд ее 10.97. Ну, все-таки здесь... Ну, в принципе, вот смотрите, вот мы говорим про Лалову. На самом деле, вот 11 секунд и 10.99 разные, все-таки результаты разного уровня. Прибавить так, очень, конечно, бывает очень сильная прибавка. А вот Лалова с 11.06 приближала 10.77. Правда, больше к этому результату она не приближалась. Болеть-то мы будем за Юлю, это как бы... Очевидно. А приори, да, это понятно. Просто сейчас может родиться одна из самых больших сенсаций. Потому что я не думаю, что кто-то вычислил... Ну, и вообще никогда в истории еще... Юлю Нестеренко, да. Ни белорусская спортсменка не выигрывала. Ну, советская спортсменка была Людмила Кондратьева. Это было в Москве на Олимпийских играх. 1980-го года. Ну, а прежде всего нужен удачный старт. И на этом мы, так сказать, замолкаем и предпочитаем посмотреть вместе с вами. Ну что ж, отлично, отлично взяли старт Бегуни. Пока проигрывает Нестеренко Лорин Уильям спереди. Ну, сумеет она набежать так, как она делала это в полуфинале. Или, кажется, она это делает. Надо сейчас смотреть. Нет, нет, мне кажется, Нестеренко побеждает. И 10,94. Ну что ж, блестящий результат. Еще раз напомню, 10,94, 10,99, 10,92. И вот 10,94, а может быть и 10,93. Ну что ж, родилась сенсация самая большая. 10,93, Юлия Нестеренко, новая олимпийская чемпионка. Так, смотрит. Лорин Уильямс, она все-таки надеется, а может быть нет. Может быть все-таки она. Но мы уже получили подтверждение. Вот три бегуни из Ямайки. Вот вам эстафета идет почти полная, да? Не, ну, в плане эстафеты, да. Тут, конечно, даже американкам будет нелегко. Все-таки ведь, видите, так идут за ней, а народцы так поглядывают туда на табло. Тут ей пришлось доставать. Ну вот. Кто-то держит французский флаг, видим, пометуя о Кристине Аарон. Да, поражение Кристины тоже одна из печальных сенсаций. Такое, я бы сказал, даже не поражение, а просто провал. Потому что все, в общем, думали, что это между ними. Ну вот смотрите, старт проиграла в дребезги пополам, как говорит Жванецкий. Да? И вот Симпсон. Латаша-то, Коландер, там далеко. Нет, все-таки явно она не в той форме. Так, так, так. Да, нет, вопросов никаких. И Вероника Кембелл третья. Лалова осталась без наград. Ну, в общем, где-то она четвертая, по-моему, болгарка. Блестящим броском. Вот так удачно у нее еще получилось в этом броске последнем. Она оттолкнулась. Вот тут был момент такой, посмотрите. Да? И пересекает. А попала как раз Симпсон в момент опоры. Ну, вот за всю историю Олимпийских игр, конечно, больше всего побеждали американские спортсменки. Вот, по крайней мере, пять последних Олимпиад на счету спринтеров Соединенных Штатов Америки. Вот за всю историю в 1932 году Стелла Волосевич из Польши выиграл. Фанни Бланкерс Кун в 1948 году. Две медали у австралийских спринтеров в 1952-1956 году от Бетти Кадберт. Рината Штехер в 1972 из Германии. Да, Джексон Кандарт. Они говорят, Рихтер в 76-м. Вот Людмила Кондратьева в 380-м. Так она стала хорошо. И вот в этот момент очень удачно получился. Посмотрите, вообще. Хорошее продвижение у нее, между прочим, в беге. Вот тут она уже была впереди. Ну, так вот неожиданно Юлия выросла в спринтера... Мирового класса. Да, мирового класса. И, в общем-то, олимпийский титул. Это вообще-то, кстати, мечта. Итак, 10.93, 10.96, 10.97. Вот три бегуни выбежали из 11 секунд. Вот вам и без, так сказать, Мэрион Джонс, да? Очень приличные результаты. Весьма. Ну что ж, в то время, когда награждают Каролину Клофт, наш репортаж...